Добрый день! Давайте мы познакомимся, потому что мне нужно понимать, какая у меня аудитория сегодня. Кто здесь еще не учится в Казанском университете? Ну, то есть много школьников, да? Нет, я говорю, еще не учится, потому что, может быть, уже не учится, да? Хорошо, давайте тогда так. Кто школьники? Ну, много школьников, да? Кто студенты? Понятно. Кто люди, которые уже закончили свои высшие учебные заведения? Тоже много. Мне тоже даже страшно становится, у меня такая провокационная тема. Хорошо, меня зовут Мария Кожевникова, что написано на слайде. Я являюсь заместителем директора Института экологии и природопользования Казанского федерального университета. И сегодня у нас такая с вами провокационная немножко тематика с вопросом возобновления энергетика «Фундамент для цивилизованной катастрофы». Я сразу оговорюсь, что у меня нет цели в своей лекции что-то утвердить, да, там, развенчать необходимость разработки устройств, которые будут работать на возобновляемой энергии и создавать электрическую энергию. Или, наоборот, выступить за это. Цель моей лекции – это побудить еще раз любой ум воспринимать критическую информацию, которую мы с вами получаем из средств массовой информации. Подвергать сомнению любые ярые призывы. Потому что я думаю, что сейчас вот в наше время, в то время, когда мы преподаем, это самая главная наша задача, как преподавателей, научить студентов, молодых людей думать. Потому что просто сумма знаний, она перестала быть такой абсолютной ценностью, которая была вот когда, например, мы учились, да, и когда я училась. Потому что информация сейчас очень доступна, информация сейчас очень свободна. И самая главная компетенция, которую мы должны в себе развивать – это способность критически осмысливать эту информацию, находить ту информацию, которая кажется нам достоверной, да, которая подтверждается фактами, и осторожно относиться к любому такому нагнетаемому особенно вопросу. Почему я говорю о крестовом походе? Да, в этом слайде написано, что крестовый поход в возобновляемой энергетике можно только приветствовать. Жаль, однако, что в своем нынешнем виде он грозит нанести серьезный удар по интересам тех, кто запечатлен на фото, равной людей, живущих в тех местах. Почему я называю вот это все, что происходит вокруг возобновляемой энергетики крестовым походом? Потому что, на мой взгляд, он очень похож на некоторые крестовые так называемые походы, которые были в прошлом. Ну, вы знаете, да, что такое крестовые походы? Наверное, все знают. Знаете, да? То есть это походы в Африку, там, в другие колониальные страны, когда насаждалась вера христианская через там нехорошие всякие вещи. Так вот, некоторые наши действия, которые казались нам правыми, и которые мы искренне верили, и которые поддерживали большую часть людей на планете с совершенно благими намерениями, на деле мы оказались, в конце концов, не такими уж и, ну, хорошими, да, благими. Например, это борьба с ДДТ. Вы, наверное, тоже знаете, что был период, когда этот пестицид, инститицид открыли, и при помощи него боролись с малярийными комарами, которые в большой массе размножались в теплых болотах и переносили малярию. Успешно была борьба, то есть заболевание малярии очень сильно снизилось, однако в это время в Америке вышла книга, ну, экологической одной активистки, которая утверждала, что ДДТ очень вредно, накапливается в жировых тканях организмов, вредит очень сильно птицам, из-за чего скорлупа становится мягкой, и птицы давят своих птенцов, и поэтому вот они очень сильно сокращают численность. На самом деле, ни одни из этих фактов, которые очень эмоционально, красиво, хорошим языком были изложены в книге, не подтвердились, но борьба с ДДТ набрала такие обороты, что добились люди запрета, в связи с чем, опять же, выросло очень большое количество заболеваний малярии, и, как правило, заболевали дети, и они от нее умирали. Ну, это как бы не моя фантазия, здесь на каждом слайде есть ссылки, откуда эти данные. Еще одна такая большая волна была тоже, которую я называю крестовым походом, это говорили, что нефть очень скоро закончится, и нам очень нужно быстро делать что-то, чтобы найти замену этой нефти. И такая истерия на этот счет нагнеталась, я даже помню это в своем детстве. На самом деле, вы на этом графике можете видеть, что добыча нефти, начиная с 70-х годов, лавинообразно растет, и до сих пор растет, и нефть не заканчивается. То есть это тоже такой миф, который стоило усомниться в самом начале, в котором. Все вы знаете выпуски докладов Римского клуба, и, скорее всего, помните, когда вот эта вот модель, что нас всех ждет голод в связи с перенаселением Земли, что ресурсы исчерпаемы, что неминуемо, значит, перенаселение будет, тоже не оправдался, потому что мы можем с вами видеть, а тут я не поставила ссылку, извиняюсь, с этого графика, что питание человечества в настоящее время лучшее за весь известный период, как в плане калорий, так и в плане качества. И вот это вот питание, оно продолжает улучшаться. Вот здесь приводятся данные, что в настоящем мире недоедает 795 миллионов человек, конечно, это очень много еще, но это на 167 миллионов меньше, чем в прошлом десятилетии, и на 216 миллионов меньше, чем в 90-х годах. При этом население Земли увеличивается каждый год, и сейчас увеличилось на 1,9 миллиарда. И продолжая вот эту вот тему с перенаселением Земли, тоже можно сказать, что здесь у нас не так все очевидно, и по подсчетам, ну, по моделям, которые составили специалисты, они говорят, что с 2064 года численность людей начнет сокращаться, и этот процесс может быть необратимым. здесь вот на графике можно видеть, как сокращаться будет количество населения, то есть здесь показана вот такой линии светлой, бирюзовой численность населения в 2017 году, и прогноз на 2100 год. И еще, что важно вот в этой истории с численностью, что она не только будет сокращаться, но и будет очень сильно перераспределяться. сейчас уже 40% всех детей, ну, всех детей мира – это дети из Африки. То есть совершенно очевидно, что европейское население вымирает, и вот из стран Азии, Индии и Африки начинает расти. И еще один крестовый поход, как я его называю, это поход против атомной энергии. Мы все с вами знаем, что Гринписовцы и ряд других организаций утверждали, что атомная энергия убила десятки тысяч человек в результате аварий, и поэтому АЭС должны быть закрыты. На самом деле же, за счет двух крупных аварий на АЭС, это на Чернобыле и на Фукусиме, не так давно, погибло не более 4 тысяч человек, а сотни тысяч человек умирают от рака легких, которые вызваны мелкодисперсными частицами, которые попадают в воздух при использовании угля на теплоэлектростанциях. И то, что была такая большая борьба с использованием атомных станций, их закрытие, привело как раз не к тому, что углекислый газ стал сокращаться или еще что-то, а как раз выбросы стали увеличиваться, и это увеличило потепление климата. Ой, извиняюсь. Таким образом, когда мы приходим вот к этой проблеме, к проблеме возобновляемых источников энергии, все общество можно разделить на два таких лагеря, один лагерь, который говорит, что нефть, газ и уголь и через 20 лет будут основными источниками энергии, и другой лагерь, который очень активно агитирует переходить на солнечные, ветровые электростанции и говорит нам, что уже сейчас они дают киловатт-час всего за 4-6 центов, как и угольные, и почти так же дешево, как газовые. Давайте попробуем разобраться, действительно ли это так, действительно ли такая дешевая электроэнергия, получаемая за счет возобновляемых источников энергии. Как пример, люди, которые очень четко ведут нас к использованию ветровых и электрических станций, приводят нам экономики некоторых стран, которые на 90% или чуть меньше существуют за счет возобновляемой энергии, и приводят нам, к примеру, Исландия. Но мы с вами знаем, что, во-первых, Исландия – это у нас уникальная страна, там небольшое количество населения, а значит, небольшие потребности в электричестве, и к тому же у них есть такая фишка, как геотермальная энергия, и как раз она составляет 60% возобновляемой энергии. А доля возобновляемых источников в общем энергобалансе составляет 90%. Приводится еще такая страна, как Коста-Рика. Но опять же, если мы внимательно посмотрим, Коста-Рика – это небольшая аграрная страна с маленьким количеством населения, всего 5 миллионов. И к тому же у них есть такие бонусы, как гористая местность, перепады рельефа, а следовательно, в изобилии реки с мощными руслами и потоками, дуют сильные ветры, а в горах есть геотермальные источники. Похожая ситуация и в Швейцарии. 62% всей потребности Швейцарии в электроэнергию покрываются, изогновляя их источников энергии. Но при этом мы с вами, если посмотрим на структуру, вырабатываемую энергию, мы опять же увидим, что 55,9% электричества вырабатываются гидроэлектростанциями и только 6% солнечными электростанциями. В целом за год доля новых видов экологически чистых источников энергии увеличился на 1%, когда уже исчерпались гидроэлектростанции. Ну и еще такие же примеры. Это Албания, тоже она у нас 94,4% от гидроэлектростанции, и Норвегия. Ну и еще можно сюда же присоединить Швецию, Францию, Конго и Бразилию. Во Франции тоже большое количество чистой, так сказать, энергии, но, как мы с вами все знаем, это энергия, это атомная энергия. То есть во Франции наибольшее количество из всей европейского континента атомных станций. Вот график из публикации в Нече. Здесь несколько агентств, они показаны разными цветами, приводят оценки выровненной цены электричества. И они нам говорят, что вот же у нас выровненная цена электричества от электростанций электряных и солнечных сравнима с ценой от теплоэлектростанций. Но если начнем внимательно разбираться, что мы, то мы увидим, что это не совсем так. Во-первых, здесь не учитываются все затраты, которые идут на постройку атомных станций. Во-вторых, здесь не учитывается то, что загрузка электростанций, то есть, сейчас, секундочку, пиковая нагрузка, во время пиковой нагрузки вырабатывается все равно меньше энергии, чем она заложена при этом расчете. Почему так получается? Все равно в любой стране, какая бы она ни была, существует время, когда ни солнечные, ни электростанции не работают. И тогда, вот в это время, когда не получаем мы энергию от ветровых или солнечных станций, в пасмурную или там безветвленную погоду, то начинают в сеть давать электроэнергию от теплоэлектростанций. Но как только у нас снова возобновляется возможность от возобновляемых источников энергии, теплоэлектростанции отключаются, и вот это вот то, что теплоэлектростанции то включаются, то выключаются, у них очень влияет на стоимость выработки ее электроэнергии. И поэтому этот нюанс нужно учитывать в этих расчетах. Дальше в саму стоимость закладываются уже как бы прогрессируемые усовершенствования. Например, считается, что ветряные станции будут работать сильно эффективнее, потому что в будущем они будут устанавливаться на воде. И как мы знаем, там на воде ветры всегда более сильные, более устойчивые, но и стоят такие электростанции дороже. Или закладывается цена, что электричество будет получаться от солнечной батареи, которая будет смонтирована на такую подставку, как называемый подсолнух, то есть она будет поворачиваться след за солнцем, и поэтому производительность ее будет выше. На самом деле это не так. И вот здесь вот как раз разница в цифрах, которые есть реальные, и которые закладываются в расчеты, она показана. Таким образом получается, что на самом деле цена, которая сопровождает электричество, которое вырабатывается от электростанций, работающих на возобновляемой энергии, она сильно больше, чем цена от электричества, которое вырабатывается от теплоэлектростанций. И это все приводит к тому, что страны, которые большую долю хотят энергии вырабатывать за счет возобновляемой энергии, электричество у них сильно растет в цене. И вот на этом графике как раз показано, что чем выше доля возобновляемой энергии в общей доле вырабатываемой электричества, тем выше цена у этой энергии. Здесь у нас показан объем инвестиций в возобновляемую энергетику. И несмотря на то, что цена электричества повышается, западный мир в целом готов за это платить. То есть люди готовы идти на то, чтобы электричество повышалось. Таким образом, любая страна, которая захочет иметь солнечные электростанции и поборников возобновляемой энергетики, и люди даже готовы нести эти лишения, то есть платить больше за электричество, уменьшить температуру в своих домах. И это реально такие цифры, что европейцы готовы терпеть холод в своих домах. Например, в Англии средняя температура в комнатах плюс 18 у них зимой. И также пишут, что европейцы эмоционально нечувствительны к тому, что избыточная смертность в Англии от холода зимой стабильно уносят десятки тысяч человек в год. Однако то, что люди осознают, что вот эти все лишения, они не случайны, дает им смысл в жизни. Однако Запад внедряет, ну вот прозападные страны, они сами это у нас как бы соглашаются с тем, что они возобновляемую энергетику внедряют не потому, что хотят снизить количество, число жертв ТЭЦ, а потому что они хотят снизить выбросы углекислого газа. А для чего они хотят снизить выбросы углекислого газа? Потому что они говорят, ну то есть это ведет к тезису, что выбросы углекислого газа повышают нам температуру на планете, и вот это повышение температуры, это априори плохо, и то, что вот эта вот температура, она повышается за счет антропогенных выбросов. Однако то, что западные страны введут в свою долю выработки энергии, большое количество возобновляемой энергии, в целом температуру на планете вряд ли снизит. Потому что те страны, которые не обладают такими финансовыми активами, бедные страны, они не повышают, то есть они не снижают выбросы углекислого газа. Например, мы можем посмотреть Китай. Да, они внедряют возобновляемую энергетику, но только в тех масштабах, которые не мешают им двигаться вперед. Например, в этом году Китай введет в эксплуатацию еще 40 станций на угле, теплоэлектростанций. Таким образом, у нас есть такая вилка, что мы идем к возобновляемой энергии, тем самым переставая заниматься электроэнергией, которая вырабатывается от углеводородов, там, например, от газа и от нефти, мы перестаем строить атомные станции, но мы вот этими всеми своими лишениями, повышением цены на электричество, снижением разработок в атомной энергетике. Мы не получаем того эффекта, к которому мы стремимся, снижение температуры на планете вследствие накопления выбросов углекислого газа. Самое страшное здесь в том, что в какой-то момент, перейдя на возобновляемые энергии, перейдя на вот эти источники возобновляемой энергии, мы можем как бы побежать к светлому будущему, забросив то, что у нас уже надежно было, теплоэлектростанции, например, или гидроэлектростанции, или атомные станции, и оказаться в такой ситуации, что у нас не будет хватать электроэнергии. К сожалению, тут картинку не показала. Это планы по декарбонизации стран, где каждая страна поставила себе план уменьшения углеродной емкости своих производств в целом. Еще один аспект, который... То есть вот это страшно. Нельзя увлечься сильно возобновляемыми источниками энергии. Всегда нужно оставить себе какой-то плацдарм, какой-то отходной шаг в виде вот тех наработок, которые уже были. Еще один нюанс, за который борются и который нужно обсуждать, это повышение уровня углекислого газа. На самом деле... А, тут я увлеклась, извиняюсь. Ну, это слайд про то, что количество электроэнергии потребляемой все время растет, и мы не можем пойти. Вот еще один интересный факт, который касается уменьшения углекислого газа в атмосфере. Говорят, что углекислый газ приводит к опустыниванию планеты. Но есть публикации, которые показывают, что на самом деле сейчас идет не опустынивание, а зарастание многих пустынь. Например, пустыни в Африке и построены даже модели, которые показывают, что при повышении уровня углекислого газа в атмосфере и при повышении температуры пустыни Сахара, например, будет сокращаться. Дело в том, что при повышенном содержании углекислого газа растения становятся более устойчивы к теплу, и у них повышается способность к производству биомассы. Они становятся более продуктивными. И ученый Будыка, который как раз открыл эффект потепления и говорил еще в 60-х годах, это здесь написано, а, да, вот здесь написано, что Михаил Будыка, первый открыватель глобального потепления, говорил еще в 90-х годах, что антропогенные выбросы СО2 обеспечивают 1,20-ю всего производства продовольствия в мире. То есть то интенсивное хозяйство сельское, которое у нас сейчас есть, обязано в том числе и повышенному содержанию углекислого газа. И если мы вдруг у нас получится за счет возобновляемых источников энергии, за счет всех наших лишений, которые мы готовы терпеть ради снижения этого глобального потепления, сможем уменьшить долю углекислого газа в атмосфере, очень надо хорошо подумать и посмотреть, к чему же это приведет. Потому что тогда у нас сельское хозяйство не будет таким интенсивным, а нам нужно будет распахать большее количество площадей для того, чтобы засеять их сельскохозяйственными культурами, чтобы обеспечить продовольствие. Таким образом, какая основная моя мысль, о чем я хочу закончить, что вот эти вот тренды, которые сейчас есть на декарбонизацию, связывание углекислого газа, на отказ от традиционных источников энергии, на переход только на возобновляемые энергии, они не являются истинной в последней инстанции. Нужно очень внимательно посмотреть и проанализировать, если вдруг у нас так получится, к чему мы придем, как это повлияет на всю планету. Слишком долго мы уже жили вот в такой ситуации. Поэтому, возвращаясь к названию моей лекции, конечно, это не так. Возобновляемая энергетика сама по себе не фундамент для цивилизионной катастрофы. Но в том виде, в котором она существует сейчас, она не может заменить традиционные источники энергии на углеводородах. И к любому такому новшеству нужно относиться очень осторожно именно с экологической точки зрения, с точки зрения существования планеты и нашей цивилизации на ней. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok